МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это Тимошенко Василий Сергеевич. Он дошел до Берлина. Главный праздник страны. Парад Победы и Бессмертный полк. Самые яркие моменты 9 мая. Вообще надо его здоровью позавидовать. Вот ему 92 года, а он ведь у нас такой шустрый, такой молочиночка. До сих пор в строю. В Мегете живет ветеран войны, который до сих пор работает в школе. Брали тетик-зверк. Вот наш полк, я участвовал в этом деле. И благодарность, которую трудно выразить словами. Ангарские школьники устроили веселые праздники для фронтовиков. Я приветствую зрителей телеканала «Актиз». В эфире специальный выпуск программы «Местное время». В студии Елена Жерлова. 9 мая отмечается главный праздник нашей страны – День Победы. И, конечно, вместе со всеми его отмечает Ангарск. Главным событием стал торжественный парад. В Ангарске на центральной площади города собрались тысячи горожан. Лучшие кадры с места событий в репортаже Натальи Никифоровой. Сегодня Ангарск, как и сотни городов по всей стране, празднует 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня наши волонтеры как раз помогают ветеранам присаживаться на трибуны, помогают им в других вопросах, связанных с трансфером, к примеру. Сопровождают их от дворца ветерана на площадь, где будет проходить само действо. Триумфальный май 45-го года навсегда останется в нашей памяти. Как и мужество, несгибаемая стойкость поколения победителей. Поколение, подарившего нам радость мирной жизни. И мы, молодое поколение, клянемся с честью нести знамя победы наших дедов, надежно защищать рубежи нашей Родины и хранить в сердцах подвиг советских войн. С погодой сегодня повезло. В центре города посмотреть на торжественный парад съехались сотни горожан. Здравствуйте! Скажите, вам повезло с местом? Давно заняли? Вообще, прямо с утра рано. Каждый год ходится? Да. Мы вообще с другого города приехали, с Шелихова, посмотреть парад. Как у вас, просто? У нас тоже хорошо проходит, но здесь мне очень нравится, поэтому мы приезжаем сюда смотреть парад. Субтитры делал DimaTorzok Большой дружной колонной ангарчане идут в бессмертном полку. В прошлом году в строй с портретами героев Великой Отечественной войны вышли более трех тысяч ангарчан. В этом году участников намного больше. Скажите, пожалуйста, чей портрет вы несете? Портрет мы несем. Это моя мама, Позырева Аполлона, Бороба Аполлоновна. И мой свекр – это Тимошенко Василий Сергеевич. Он дошел до Берлина. Это мой прадедушка. Это отец моей бабушки. Он был санинструктором и всю войну был в разных войсках. Савинова Александра Петровича, моего прадеда. Он был полковником, военным журналистом. На этих портретах боевые офицеры, рядовые солдаты, полевые медсестры. Все они пожертвовали своими жизнями ради победы в Великой Отечественной войне. С каждым годом акция «Бессмертный полк» привлекает все больше людей, которые хранят память в своих семьях о героях Великой Отечественной войны и передают ее из поколения в поколение. Наталья Никифорова, Антон Вархатов. Специально для программы «Местное время». К ветеранам в честь Дня Победы обратился мэр Ангарского округа Сергей Петров. Дорогие ветераны, уважаемые земляки, поздравляю вас с великим праздником, с Днем Победы. Сколько бы лет ни прошло, триумфальный май 1945 года навсегда останется в нашей памяти, как и мужество и неизгибаемая стойкость героев Великой Отечественной войны, которые подарили нам радость мирной жизни. Чем больше мы отдаляемся от тех страшных событий, тем значимее они становятся. Тем сильнее уважение к людям, которые отстояли свободу любимой отчизны. В этом уникальность нашей победы. Нашей потому, что все мы сопричастны к этому подвигу. Пламя войны коснулось каждой семьи. В каждой, как и в моей семье, есть те, кто не вернулся с полей сражений, и те, кто, несмотря на тяжелейшие условия, выстрадал победу ценой невероятных усилий. Мы должны сберечь и упреумножить все, чего добились ветераны. Наша задача передать последующим поколениям вахту благодарной памяти и уважения к людям, которые достойно прошли через все испытания. Крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго. На территории города сейчас проживают 148 участников Великой Отечественной войны и около 2000 дружинников тыла. В знак уважения и благодарности, которые трудно выразить словами, представители администрации и предприниматели подготовили для ветеранов подарки. Продуктовые наборы активисты развозили всю предпраздничную неделю. Поздравляем вас, благодарим вас за ваш подвиг, за ваш труд, на благо нашей отчизны. В этом году в очередной раз у нас есть для них подарки, у нас приготовлены для них, естественно, самые трепетные, наверное, самые нежные, самые чуткие слова благодарности, потому что в целом оценить их подвиг и их труд, который был ими сделан во времена Великой Отечественной войны, конечно же, просто невозможно. Ветераны войны и дружинники тыла – особый контингент пациентов, особо нуждающихся в качественной медицинской помощи. Большинство из них уже не имеет возможности прийти к врачу на прием самостоятельно. Поэтому медики организуют регулярные выезды на дом, причем не только в преддверии Дня Победы, а круглый год. Ольга Тюбрина продолжит. Ольга Новикова, фельдшер Мегетского поликлинического отделения, собирается в дорогу, чтобы посетить на дому своего пациента и по совместительству когда-то школьного учителя физики. Выезжают врачи на дом почти каждый день. На поликлиническом учете в Первой городской больнице состоит более 300 участников войны, ветеранов и тружеников тыла. Почти 50 из них проживают в Мегете. Леонид Иванович Шульгин сетует, зачем приехали, мог бы и сам добраться. И это несмотря на то, что участнику войны, куда он попал сразу после окончания 10 классов, 92 года. Более 50 лет он отдал сфере образования и отдает до сих пор. Несмотря на преклонный возраст, Леонид Иванович трудится лаборантом в школе. Он у нас заслуженный учитель, мой учитель физики. Такой умничка, равных ему нет. Молодец. Вся трудовая деятельность у него в нашей медицкой школе, да, Леонид Иванович? Да, да. Вся трудовая деятельность в нашей медицине. Нет, почему я до этого. Ну, до этого. Но здесь большая часть, да, да, да. Последние несколько лет у ветерана войны лишь проблемы с гортанью. А так, хоть в космос отправляй, говорят врачи. Вообще надо его здоровью позавидовать. Вот ему 92 года, а он ведь у нас такой шустрый, такой молочиночка. В основном-то у него атеросклеротические там явления, а так-то, в общем-то, полностью обследован. Никакой там у него онкологии нету, ничего нет. Уже не первый год медики традиционно с марта по май проводят медосмотр участников, ветеранов и инвалидов войны, их вдов и репрессированных граждан. В этой работе задействованы практически все узкие специалисты. Если таковых нет в поликлиническом отделении, в МИГЕД едут врачи из города. Комплексный осмотр проводят кардиолог, невролог, лор. Словом, те, до которых не всегда и здоровый человек добраться сможет. А пожилой и подавно – лаборатория на дому. В ходе такого выезда на дом производится забор крови на общий анализ и онкомаркер. Они постоянно наблюдаются участковым терапевтом, осуществляется патронаж участковой медицинской сестрой. Те, кто… Вот и Леонид Иванович уже и пошел. Те, кто ходить не может, значит, тем на дому все это делается. Поэтому без внимания они у нас не остаются. Это не только перед 9 мая. В течение года постоянно они у нас наблюдаются. Леонид Иванович Шульгин все же мечтает добраться до областного центра. Я еще хочу это пройти, не знаю, попроситься пройти изотопный анализ в областной больнице. Ну вот это только, а так я работаю. Но думаю, что в этом году уже надо кончать. И все же, глядя на этого полного энергии человека, прожившего век без 8 годов, есть уверенность, что свой пост в школе он без боя не даст. Ольга Атюбрина, Дмитрий Новопашин, Местное время. Тех, кто застал трудные военные годы, а после работал и трудится сейчас в ангарской системе здравоохранения, честовали в канун праздника. Это 5 участников боевых действий и чуть более 30 человек работали врачами в тылу. Тех, кто не смог прийти, обязательно навестят дома. А для собравшихся подготовили концертную программу и 100 граммов боевых. Это традиционные атрибуты встреч с ветеранами. Это самый большой праздник, какой есть на земле. Самый большой. Кто это пережил, тем более, так все знает. Я в годы войны была как раз маленькой девочкой, я это все хорошо помню. В этом всем, конечно, кто еще жив, здоровье, кого нет, будем помнить. И всегда должно быть хорошее настроение. Надо знать, что жизнь – это улыбка. Удивительно, что люди с таким суровым жизненным опытом до сих пор на страже здоровья ангарчан. Например, участковый терапевт 1-й городской больницы Любовь Кириллова. Общий медицинский стаж ее работы – 56 лет. Не все ветераны Великой Отечественной войны, к сожалению, сегодня встречают День Победы в кругу своих семей. Для некоторых самыми близкими в последние годы стали врачи и социальные работники. В ангарском психоневрологическом интернате проживают 11 тружеников тыла, 4 вдовы участников Великой Отечественной и ангарчане, которые в 40-е годы прошлого века испытали на себе всю тягость военного времени. Чувствуется, да? Май наступил, весна, День Победы. Поздравляем вас от имени всего интерната. Босиком бегали, потому что одеть нечего было. Голод был сильно большой. Мы голодовали. Мама работала, отец был не на фронте, но он был в армии. Так что у нас четверо было ребятишек. И вот мы выжили каким-то образом. В силу преклонного возраста многие пожилые люди уже не выходят на улицу и поэтому не смогут посетить торжественные мероприятия. Несмотря на это, без внимания и поздравлений они не остались. Подвиг, который не забудется никогда. О своих родных, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, сегодня говорят в каждом уголке страны. Родственники героев хранят боевые медали и фронтовые письма, по крупицам собирая истории тех страшных лет. Одна из таких историй сегодня в нашем выпуске. Во имя всех тех, кто жив, и тех, кого уже нет, и тех, кто будет потом. Так вышло, что по линии отца у меня было три бабушки и один дедушка. Правда, дедушку мне не удалось застать живым. Он умер за три года до моего рождения. Однако, благодаря бабушкам, я всю жизнь храню память о нем в своем сердце. И знаю многие эпизоды его нелегкой судьбы. Мой дед, Михаил Алексеевич Дудин, военный летчик. Старший сын в большой семье, за которую он воевал, не жалея ни сил, ни здоровья. В 1939 году 17-летний Миша, приписав себе год, поступил в летное училище, поскольку всегда мечтал о небе. Практически всю войну он провел в воздушных боях, принимал участие в освобождении многих стран и дошел, точнее долетел до Берлина. Дед Миша, как и большинство ветеранов, не любил разговоров о войне. Однако некоторые моменты его фронтовой юности все же стали известны его семье и дошли до меня. Например, однажды зимой самолет, на котором мой дед выполнял очередное боевое задание, был сбит и рухнул за многие километры от авиабазы. «Портянки вмерзали в ноги, но мы упорно шли, выбираясь своим», – вспоминал мой дед. «Мы не имели права замерзнуть в лесу, потому что впереди были еще долгие годы войны, и каждый боец был на счету». В другой раз, во время боевого с освобождением Польши, экипаж Михаила Дудина был настигнут немецкими истребителями и вновь был подбит. Тогда все окончилось гораздо драматичнее. Дед при катапультировании получил тяжелое ранение и попал в плен. Затем он четыре месяца провел в лагере смерти, постоянно думая о сестрах, родителях и побеге. В любой миг их могли казнить. Однако детство своими товарищами сумели вырваться из плена и добраться до линии фронта, где их, изможденных, подобрали бойцы Красной Армии. Потом была очереда тяжелых проверок, которым подвергались все, кто побывал в плену. Однако, несмотря ни на что, мой дед вновь вернулся в свою воинскую часть и вместе с ней долетел до Берлина. За время войны деда Миша был ранен 11 раз, однако выжил всем смертям назло. В письмах домой он писал, что все хорошо, что война не так уж и страшна. Однако теперь, спустя многие годы, я понимаю, что на самом деле он просто не хотел делиться тем ужасом, который происходил с ним, со своими родными. Долгожданная победа настигла моего дедушку в Берлине. Однако на родину воин-победитель вернулся только в 1948 году. В течение трех лет он помогал восстанавливать столицу Германии. По воспоминаниям моих бабушек, дед был очень надежным человеком и прожил отмеренные ему годы достойно. Память о нем будет всегда храниться в нашей семье. А нынче 9 мая его правнук с гордостью понесет портрет своего прадеда в составе бессмертного полка. Я помню, я горжусь, служу России. Сделано с любовью, сделано для людей. В музее ветеранов открылась выставка работ уже ушедшей жизни участницы Великой Отечественной войны Надежды Васильевны Тоговой. Всю свою жизнь она посвятила работе с детьми, а после ухода на пенсию увлеклась декоративно-прикладным творчеством. 40 лет назад она изобрела новый материал, в основе которого древесные опилки. Получила патент на его применение и занялась изготовлением скульптур. Вначале она делала скульптуры мелкие, чтобы проверить на прочность данный материал. Вот она вначале сделала дятла, белочку, змеи шеек. И проверяла по времени, будет ли какая-то коррозия или трещины на данном материале. Но материал оказался прочным. И она потом эти свои скульптуры начала раскрашивать масляными красками. И это понравилось. То есть они уже приобрели такой художественный, законченный вид. Сегодня работы Надежды Тоговой бережно хранит дочь. Она и представила широкой публике изделия из уникального материала. Выставка участницы Великой Отечественной войны будет работать до конца месяца. Учащиеся всех ангарских школ подготовили поздравления для ветеранов Великой Отечественной войны. Накануне 9 мая ученики 37-й школы с подарками отправились в гости к пожилым горожанам. На прилегающей территории этого учебного учреждения проживает несколько тружеников тыла. Августа Осипова – вдова участника войны. Своими воспоминаниями она делится с юными гостями. Как закончили 4 класса и пошли в колхоз самостоятельно все работать, труженики тыла, мы вот, дети ветеранов, нам очень трудно досталось. Ну а ничего, все выезжали, слава богу. В течение всего учебного года мы посещаем ветеранов, мы проводим с ними время, поскольку они для нас как родные. Но в преддверии праздника наше внимание особо усиливается, мы приходим к ним на дом, поздравляем их. Но также в нашей школе проводятся ежегодно концерты различные с песнями, танцами, поздравлениями. К главному празднику страны присоединились и юные инспекторы движения из Центра гармонии 1-й Ангарской гимназии. Юидовцы совместно с госавтоинспекцией в канун Дня Победы вручили автомобилистам георгиевские ленточки. Перед этим мы всегда проводим с ними встречи с ветеранами, обязательно с ветеранами, не только Великой Отечественной войны, с ветеранами госавтоинспекции МВД, потому что у нас еще есть люди, которые действительно воевали и работали в системе МВД. Это обязательно патриотическое воспитание, это рассказы ветеранов. Поэтому это не разовая акция, это продолжение непосредственно патриотической работы. Ангарские водители уже давно сами останавливаются и охотно общаются с юными инспекторами. Цель акции – поздравить участников Дорожного движения с Днем Победы, а также напомнить, что скоро каникулы, а значит на дорогах будет больше детей. Мы помним, мы гордимся. Праздник для ветеранов войны, проживающих в 18-м и 19-м микрорайонах, организовали Центр поддержки общественных инициатив и ученики 9-й школы. О том, что они приготовили тем, чьими силами ковалась Великая Победа, узнаем из сюжета. Приглашение на праздник, посвященный Дню Победы от 9-й школы, ветераны войны Константин и Устинья Чудиновы восприняли с большой радостью. Супружескую пару часто зовут на встрече с молодежью, как живых свидетелей страшной истории. Им сегодня особый почет, стихи и подарки. Ребята постарались подобрать самые искренние слова благодарности и признательности за мирное небо, спокойную и счастливую жизнь. Ветераны, в свою очередь, делились воспоминаниями. Начиналось с Ленинграда, оборонялся Ленинград, защищал и прострелевое освобождение. Дальше пошли, дошли до Выборга, с боями, конечно, по нему. Потом нас вернули в Прибалтику, Прибалтику освобождали, начиная с Кауна, с Эстонии. В Латвию прошли, Ригу, Литву, Вильнюс и потом в Восточную Пруссию. Все с боями. Брали Кёнигсберг. Вот наш полкопринья участвовал в этом деле. В 18-м и 19-м микрорайонах проживают около 20 ветеранов войны. На эту встречу пришла лишь половина. В благодарность за неоценимый героизм и подвиг ребята из инвалидной организации ОРДИ нашили ветеранам яркие подушки и через родителей передали их героям праздника. А ученики 9-й школы подготовили яркие творческие номера. Мы приглашаем ветеранов и тружеников тыла на уроки мужества. Ребята каждый год на День пожилого человека, на 23 февраля, на 9 мая, на 8 марта женщин и тружеников тыла поздравляют дома. Это акция «Помним, Благодарим». Среди ветеранов две супружеские пары, которые прожили вместе по 65 и 70 лет. После войны работали педагогами в городских и сельских школах. Такие люди – пример железного терпения, стойкости духа и невероятного патриотизма, говорят учителя. И пока они живы, будут продолжаться и такие майские встречи в образовательных учреждениях. Наталья Зарубина, Дмитрий Новопашин. Местное время. Больше сотни разноцветных шаров перед праздником 9 мая взмыли в ангарское небо. Так дети и воспитатели детского сада Теремок провели акцию под названием «Бессмертная эскадрилья». К шарам каждый ребенок привязал самолет, сделанный своими руками, на котором написано имя родственника, повидавшего военное время. Такие памятные мероприятия для Теремка – многолетняя традиция, с помощью которой взрослые прививают малышам чувство патриотизма и гордости за свою страну. Нам нужен мир тебе и мне и всем на свете детям. И мирным должен быть рассвет, который завтра встретим. Наши дети и работники приглашают к себе в гости ветеранов. Мы к ним выходим. Мы сейчас начали сотрудничать с общественной организацией «Узники России». Мы делаем для них концерт. Я думаю, что мы дальше будем тоже продолжать с ними работу. Мы поздравляем всех ангарчан с праздником Победы и хотим, чтобы в каждом доме, на каждой улице, в каждом городе звучал детский смех. В завершении выпуска телекомпания «Актис» поздравляет всех ангарчан с Днем Великой Победы. Это особый праздник, и он дорог нам, потому что в нем частичка истории каждой семьи. Низкий поклон ветеранам. Примите сердечные пожелания доброго здоровья и долгих лет жизни. Пусть свет этого подвига наполнит нас радостью и желанием жить и трудиться на благо родного города, быть достойными памяти всех героев. С Днем Победы! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!